МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапы. В студии Ольга Жмак. Здравствуйте. Коротко об основных темах этого выпуска. Снег лег не на мерзлую землю. Идет проникание, идет переувлажнение почвы. Благоприятный прогноз. Специалисты рассказали, когда начнет таять снег в Анапе. До 15 лет будет требоваться разрешение родителей, только с разрешения родителей. Первая партия новой прививки. В Анапе ожидается поступление вакцины от ковида для подростков. Шутки, прибаутки, игры, сценки. Татьянин день. Как анапские студенты отмечают праздник с многовековой историей. Активного и резкого таяния снега в Анапе не ожидается. По оценкам специалистов, погодные условия в ближайшие дни позволят избежать серьезных подтоплений. Однако риски, связанные с прошедшим трехдневным снегопадом, остаются. Как избежать опасности и какие меры предосторожности необходимо предпринять, выяснял Алексей Дивейкин. На ближайшие 3-4 дня в Анапе устанавливается относительно комфортная погода. Сильного ветра не ожидается. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 3-5 градусов. Днем подниматься до плюс 2. В таких условиях говорить о резком таянии выпавшего снега не приходится, считают специалисты. Но риски все-таки остаются. Итак, непростая паводковая ситуация, которая у нас сейчас есть, может осложниться. Осложнение ее мы не думаем, что будет проходить в активной фазе, но грунтовые воды, возможно, будут подниматься. В связи с тем, что снег лег не на мерзлую землю, идет проникание, идет перевлажнение почвы, возможно, выходы грунтовых вод на поверхность. Управляющим компаниям и владельцам частных зданий настоятельно рекомендуют следить за состоянием придомовых территорий. На тротуарах возможно образование наледи. Еще одна угроза – большое количество снега на крышах, карнизах и балконах. Уже сейчас над пешеходными зонами нависаются сульки. Следующий риск. При нулевых даже температурах и даже в дневные часы с северной стороны на подъемах на дорогах могут быть гололедные явления. Поэтому наша рекомендация – все-таки продолжать ограничение выезда на личном транспорте, больше ориентироваться на общественный транспорт и только в исключительных случаях. Что касается дальнейшего прогноза, то с вечера пятницы в Анапе ожидается потепление до плюс 7 градусов. Вероятность дождя – 50%. Специалисты надеются, что активные фазы таяния снега городу-курорту удастся избежать. Алексей Девейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион. Сегодня в нашей стране отмечается День российского студенчества. Его второе название – Татьянин день. Так он назван в честь православного праздника – Дня памяти святой мученицы Татьяны. Она родилась в Риме в семье сановника, тайно исповедовавшего христианство, и посвятила себя служению церкви. В 226 году нашей эры по приказу языческого императора ее схватили, подвергли жестоким пыткам. Но девушка проявила стойкость, не отреклась от веры и была казнена. Святую мученицу Татьяну считают покровительницей студентов. В 1755 году императрице Елизаветы Петровной был подписан указ о создании славяно-греко-латинской академии. Как раз это случилось 12 января по старому стилю, 25 января по новому стилю, в День памяти святой мученицы Татьяны. Поэтому храм, университетский храм Московского государственного университета был основан и освящен в память этой святой мученицы, которая пострадала от языческого императора, от гонителя в 226 году. Интересная историческая тенденция состоит в том, что все университеты мирового значения, не только славяно-греко-латинская академия, но и западные университеты, такие как Сарбонна, Оксфорд, Кембридж, они начинались как богословские школы. Просто они зарождались из желания священника собрать бездомных уличных деток, накормить их, одеть, научить их читать книгу. А книга была, собственно, одна, псалтирь. Давайте будем садиться и читать псалтирь, учиться читать псалмы. И так из богословских школ, из церковно-приходских школ вырастали учреждения высшего образования. Вот уже 17 лет, 25 января, в России отмечается не только Татьянин день, но и День студента. Этот праздник связан с учреждением Московского университета. Соответствующий указ в середине 18 века подписала императрица Елизавета Петровна. Университет был освящен во имя святой мученицы Татьяны. С тех пор она считается покровительницей студентов и педагогов. А сейчас необычные традиции и мероприятия придумывают уже современные ученики вузов и колледжей. Молодежный лофт сегодня стал точкой притяжения для полусотни учеников вузов и колледжей. 25 января, можно сказать, их профессиональный праздник – День студента. А отмечать торжества лучше в компании друзей за игровым столом. В программе – сессии «Мафии. Загадки в стиле крокодила» и «Викторины», организованные Управлением по делам молодежи совместно с Центром 21 век. Включает в себя интеллектуальную игру «Мафия», студенческий квест, где будут студенты всех учебных заведений проходить 7 запланированных интерактивов. И также будет небольшой розыгрыш призов после квеста. В стороне не остались и анапские вузы. Например, в филиале Сочинского госуниверситета педагоги организовали интерактивный концерт. Конкурс на количество спрятанных шпаргалок, самый искрометный ответ на экзамене и попытки рассмешить приемную комиссию. Все это квеста для креативных студентов. Организовали небольшой концерт, небольшой по-теплому, по-семейному, потому что, к сожалению, пандемия внесла свои корректировки. Мы не можем делать что-то грандиозное. Но ребята хотят как-то отпраздновать это событие. Поэтому шутки, прибаутки, игры, сценки, ну, что сами для себя приготовили, тем себя и радуем. Кстати, одна из самых известных традиций праздника – призыв шары. Сегодня вечером студенты, которые хотят получить хорошую оценку на экзамене, должны открыть окно и потрясти зачетку со словами «Шара, приди». Хороший знак – ответ уже в пути от прохожих. Впрочем, анапские студенты в такие ритуалы не верят и предпочитают тщательно готовиться к сессии. А такие труды окупаются хорошими оценками в зачетке. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Завтра в медицинских учреждениях Анапы ожидается поступление первой партии прививки против коронавируса «Спутник-М». Она предназначена для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Заболевание заметно молодеет, и препарат позволит защитить от него младшую возрастную группу. «Буквально завтра мы должны получить спутник ГАМ-КОВИД-М. Это именно вакцина, разработанная для вакцинации подростков. До 15 лет будет требоваться разрешение родителей, только с разрешения родителей. После 15 лет уже человек может определиться сам, то есть подросток может определиться сам, прививаться или нет. Сейчас мы видим возрастающую картину, картину с нарастающим показателем заболевания детей. Мы работаем в ковидном центре именно со взрослыми людьми, и мы видим очень много обратившихся. Это воспитатели, это учителя, это гимназии. Вот вчера у нас было огромное количество больничных листов именно тех людей, работников, которые работают с детьми. Отсюда делайте вывод, что, конечно, прививая детей, мы защитим также и старшее население, старшее поколение». Добавим, вакцинация подростков будет проходить в детской поликлинике и в прививочных пунктах сельских амбулаторий после обязательного осмотра ребенка педиатром. Анапские полицейские задержали подозреваемого в краже кондиционеров. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Анапы. Он разбирал кондиционеры и сдавал запчасти в металлолом. Главным образом его интересовали медные трубки из наружных блоков. После проведения оперативно-розыскных мероприятий молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. На его счету 4 установленных факта кражи. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Сейчас идет проверка его причастности к другим аналогичным преступлениям. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которое предусматривает до двух лет лишения свободы. К этому часу все. Смотрите наши выпуски на сайте anaparegion.ru и в социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. На этом я с вами прощаюсь. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова